День работника культуры Деятели культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия. Это событие отметили в администрации города торжественным приемом. Но даже в официальную атмосферу сотрудники культуры смогли внести нотку творчества и душевности. А уже завтра, 27 марта, Всемирный день театра отметят по всей стране. Театр начинается с вешалки. Ставшие крылатыми словами Константина Станиславского, таят в себе процесс работы огромной машины, где каждый винтик имеет значение. Когда открывается занавес, мы видим только вершину айсберга. А что находится под ней, расскажут наши гости. Сейчас я вам их и представлю. Итак, Галина Владимировна Сафрыжова, руководитель кружка театр гимназии. Валерия Ильина, ученица 10 класса школы номер 8. Сергей Сульдин, художественный руководитель централизованной клубной системы. И Артур Шадрин, начальник отдела культурно-массовой работы централизованной клубной системы. Добрый день. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. И наш телефон 2-16-38. Звоните, задавайте вопросы. А еще у вас есть возможность поздравить работников сферы культуры с их профессиональным праздником. 2019 год президентом России был объявлен годом театра. Основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений. Торжественное открытие года. Театр прошло и в Лабытнанге. Творческие коллективы города объединились на одной сцене ради специального спектакля. О том, как был дан старт году театра в нашем городе, узнаем из сюжета. Знакомьтесь, его величество, театр. Пройти мимо такой красоты просто невозможно. При входе зрителя встречает веселые скоморохи и выставка сценических костюмов и реквизита. Примерить наряды хоть и нельзя, но чтобы сделать несколько снимков, лабытнанцы спешат к оформленным фотозонам. Фотозоны вообще шикарные. Сразу же, как захочешь, бросается в глаза. Все это хочется сфотографироваться, потрогать, все посмотреть. Очень красиво оформили, прям молодцы. Сегодня приятно удивляет все, что происходит в ДК. Манекены в костюмах, там сцена, что вообще просто шикарно. Встречают вот товарищей в костюмах и деткам интересно. Просто шикарно, красиво, интересно. И я хочу пожелать коллективу ДК успехов в предстоящем году театра. Здесь можно почувствовать себя актером или актрисой, примерить театральную маску и вжиться в любую понравившуюся роль. Как хорош! И осанка! И стать! Не правда ли? За час зрители успевают стать свидетелями увлекательных историй, встретиться с интересными героями и гарантированно получают море ярких эмоций. В одном театре жизнь и сцена переплелись. В игре актерской происходит смена прекрасных чувств и грусти. Светский бал из произведения Льва Толстого «Война и мир». Вы сразу произвели на меня впечатление. И каково же оно? Вы жизнь, вы ручеёк, вы русская берёзка, наполнена оживотворным соком. Ах, я краснее, князь! Отчего же? Ведь это так просто и ясно. Здесь развивается трагедия любви, главные герои которой Наталья Ростова и граф Балконский. В их роли безупречно вжились Любовь Шушариной и Сергей Сельдин. После выступления они признаются театру быть в городе Лабытанге. Для этого творческие коллективы объединятся, чтобы развивать это направление. Это, конечно, очень такой процесс, такой глубокий, серьёзный. Поэтому мы, конечно, будем уделять этому внимание. То есть будем стараться концерты делать театрализованные. Может быть, полноценных спектаклей не успеем сделать, но будем стараться, чтобы каждый концерт был театрализованный. Но это всегда интересно и зрителю нравится. Театрализованные постановки сменяются хореографией и вокалом. Театр многогранен, он может петь и танцевать, рассказывать о главном просто жестами, сюжеты куклами, тенями раскрывать. На мгновение взрослые дети смогли вернуться в сюжет новогодней сказки. Чтобы быть счастливым, мало быть красивым, мало златой серебра иметь. Чтобы быть счастливым, надо, мой любимый, жить, как будто по небу лететь. Слез крылом касаясь, миру улыбаясь, в Новый год сбываются мечты. Зал вовлеченно следит за каждым сюжетом театральных отрывков, переживает вместе с героями на сцене. Театр – это отражение повседневной жизни. Вы счастливы? В таком-то возрасте, а все двор подметаете. А все почему? Да потому что мужа вы не того выбрали. А я и не выбирала. Я любила и люблю. И детство, и юность у меня были самыми счастливыми. Но вы же такая бедная. И такая несчастливая. Да и менять уже что-то поздно. Году театра в Лабытнанге дан старт. Сейчас современное поколение как никогда нуждается в искусстве. В мире технологий и гаджетов взрослые дети перестали чувствовать, разделять добро и зло. Вернуть вкус к жизни и поможет театр. Я думаю, что год также будет наполнен яркими мероприятиями. К участию в театральных постановках подключаются не только взрослые, но и дети. И мы все станем свидетелями не одной интересной сценической постановки. Поэтому спасибо славным работникам культуры за их старания. Действительно, у актеров городского дома культуры началась горячая пора. Впереди им предстоит сыграть не одну роль в премьерных постановках. Им есть чем удивить даже самого требовательного зрителя. Всего 300 лет назад у нас не строили театральные здания и не создавали постоянные трупы. Но сегодня в России более 600 театров исторических и экспериментальных, традиционных и современных музыкальных и драматических, детских и эстрадных. На отечественных площадках не только ставят собственные спектакли, но и принимают артистов из ведущих театров мира и проводят международные театральные фестивали. В городе Лабытанге с каждым годом тоже создаются новые кружки, театральные студии и коллективы. Сергей, в централизованной клубной системе сколько на сегодняшний день работает коллективов и как давно они созданы? На сегодня работает три коллектива театральных. Это два детских театральных коллектива «Мозаика» на базе городского дома культуры «30 лет победы» и коллектив «Сказка» на базе клуба «Строителя». Также взрослый театральный коллектив «Глобус». И в этом году у нас еще открыто театральное объединение любительское для детей, которое называется «Миньоны». Оно работает на базе детского сада «Сказка». Ну, это театральное объединение, это, конечно, неполноценный коллектив, и там занятия проводятся не реже одного раза в месяц. Но вот хотя бы азы заложить для детей, начиная с 6-7 лет, с 5, ну, старшая подготовительная группа. Вот. Уже у нас специалист приходит, занимается с ними, рассказывает вообще, что такое сказки, что такое рассказы, там, потешки какие-то, кукольный театр. Ну, в общем, основы. Какие-то основы, может быть, актерского мастерства. Вот. Но чтобы уже ребенок мог дальше потом продолжать, когда пойдет в школу, прийти в театральный коллектив, уже он будет знать вот эти вот минимальные, как бы, знания. Вот 4 коллектива. Они уже, 3 коллектива у нас существуют давно, даже, наверное, более 10 лет. Ну, я сейчас точно не могу сказать, но давно. Менялись руководители, менялись составы, понятно, но коллективы давно. А вот театральное любительское объединение «Миньоны», оно с 10 января 2019 года работает. Как раз вот с открытием года театра. Да. Будем ждать, может быть. Кадры, бывает. Да, придут они потом в детские театральные коллективы, потом кто останется жить в городе Лабутнанге, не уедет, придут во взрослые театральные коллективы. Вот как попасть вот либо во взрослые, либо в детские коллективы? У вас проводится какой-то кастинг? Или это не обязательно? Нет, кастинга не проводится. Пожалуйста, любой желающий может прийти в городской дом культуры. Допустим, ко мне или позвонить по телефону 2-11-24, сказать, что он желает записаться в какой-то коллектив. Пожалуйста, он придет, посмотрим, какой возраст. Если там ребенок до 18 лет, тогда это в мозаику. Если он живет на станции Обская, тогда там можно в строитель прийти, в театральный коллектив «Сказка». А если это уже взрослый, то в «Глобус» там возраст не ограничен, там начиная от 18 до без ограничений, в общем. Потому что, ну, актерское амплуа, амплуа и разные нужны мероприятия. Вы видите, вот театральные какие-то постановки, представления там и взрослые, и дети играют. Пожалуйста, приходите, ждем всех. Важно только, чтобы желание было, или все-таки, чтобы какое-то актерское мастерство было у взрослого или ребенка, чтобы был... Не, ну, конечно, ребенок должен, ну, как минимум, хоть правильно разговаривать, конечно, должен как-то двигаться. Но я еще раз повторюсь, что амплуа разные бывают, поэтому у нас разные играли актеры, разные роли. То есть тут когда-то, может быть, пригодится один актер, когда-то другой. Это не обязательно, что вот весь коллектив играет в каком-то там спектакле или театрализованном представлении. Это совсем не обязательно, он, может быть, даже один раз в год там где-то понадобился. Это, понятное дело, все зависит от постановки, от того, что задумал режиссер. Тут люди все талантливые от Бога, с рождения. Главное это развивать. Да, но талант — это 99% труда, лишь 1% способности. Поэтому, пожалуйста, приходите все, научим, обучим, есть желание, милости просим. А вы сейчас, в данный момент, испытываете какой-то кризис в актерских кадрах? Мы в актерских кадрах кризиса не испытываем. Мы, наверное, испытываем кризис просто во времени. Потому что я хочу напомнить тем, кто не знает, что все-таки полноценный спектакль — это не для коллектива клубной системы. То есть это должна быть какая-то труппа, профессиональный театр, или хотя бы просто любительский театр, но который будет заниматься только этим. Понимаете, а у нас, допустим, режиссер, да, вот Артур делает какие-то театрализованные представления. Очень много мероприятий, и бывает не успеваешь просто, да, сделать что-то. Поэтому тут кризис скорее во времени, но не в актерах. У нас лабытнанцы всегда такие талантливые, творческие люди. И я думаю, что если есть время, есть желание, там вообще есть какая-то постановка, то проблем в актерах не будет. Была бы в городе какая-то отдельная площадка конкретно для занятия театром. Мы стараемся, мы пытаемся все наши концерты и представления делать тетрализованными, конечно. Но полноценный спектакль — это большая работа, требующая отдельной площадки, отдельных репетиций, отдельного времени. Но графика очень плотная у нас, все знают, видят, сколько мероприятий. Ну да, я частый зритель ваших театральных постановок и вижу, что на сцену выходят исполнять роль и делопроизводителей, которые по-настоящему, да, должности, и техперсонал. Вот попав однажды в эту удивительную страну творчества, остаешься жить и работать в ней навсегда? Ну, случайных людей в культуре нет. Случайные все как-то отсеялись, ушли. А остались именно те, которые горят этим. Горят этой работой и на все руки мастера. Неважно, то ли на пушке стоять, то ли рабочим сцены за колесами, то ли играть какую-то роль. У нас все делают все. Одной целой командой такой. Я вот хочу добавить, говорит у нас руководитель театрального коллектива для взрослых «Лобус» Елена Шадрина всегда, что для меня вы все актеры. Неважно, там, работники вы дома культуры или не работники, там, директор, не директор. Если мне надо, вы мне нужны все. То есть тут не обязательно, что... Мы тоже вот с Артуром Валерьевичем состоим, допустим, в театральном коллективе «Глобус». Потому что где-то надо, мы помогаем. То есть мы все актеры. Весь дом культуры у нас, неважно, сантехник там ты. Если она заприметила что-то, если вот ей этот образ подошел где-то, вот, то она привлекает, и мы, конечно, не отказываемся. Сергей, как давно ты трудишься в сфере культуры, и вот что стало твоим творческим трамплином? В этом году 17 лет будет, как я работаю в Доме культуры. Ну, трамплином, наверное, стало обучение в училище культуры в городе Салихард, потом дальше институт. Ну, институт уже заочно, уже работая в Лабаднанговом Доме культуры. Ну, вообще, трамплин, конечно, это еще в детстве участвовал во всяких кружках театральных, там, танцевальных в школе. Да, оно как бы там-то незаметно было, не было какого-то желания. Вот я сейчас хожу в кружок, значит, я... Ради интересного. Пойду, да, ради того, чтобы время, как говорится, провести с пользой. А, ну, получилось так, что я всю жизнь. Артур, я знаю, что вы тоже не один год уже проработали в сфере культуры. Расскажите, что у вас было, как начинался ваш путь? Ну, мне сам Бог, наверное, велел. Хотя я пытался после школы, я поступал, у меня первое образование. Я вообще учился на геолога в Питере. Да, я весь Питер обходил с треногостью, с даритом, с нивелиром. Я знаю, что это такое, поэтому в Санкт-Петербурге знаю очень хорошо. Все реперы, все привязки. Но вернуло потом, меня стезя, все равно. Мама из культуры, отец художник. Пришлось тоже вернуться в культуру. Вот, куда деваться, как говорится. Вот, и с 97-го года я уже работаю в системе культуры города Лоботнанги. А самое-таки, что вообще привело? Ну, во-первых, с 4-х лет я начал заниматься еще, когда мы жили на Украине, на скрипке. Сюда мы когда приехали, мне было 9 лет, здесь не было класса скрипки, пришлось идти на фортепиано. Но вот сценическая моя концертная деятельность, скажем так, где-то у меня даже газета осталась, там статья такая, с 5-ти лет я уже выступал на сцене. А одно из ярких, сейчас очень много ролей, а актер такой человек, который какую роль ему не дадут, он должен сыграть и суметь все, невзирая на то. Отрицательная, положительная, пафосная, непафосная. Вспоминая просто свое яркое такое впечатление, 5 лет, когда был праздник, посвященный Дню Победы, 9 мая. И мне доверили какую-то роль, там была театрализация. Всю театрализацию я не помню, помню только очень ярко такой один фрагмент, колючая проволока. За колючей проволокой я заключенный, маленький ребенок в этой полосатой форме с номером, и там, протягивая сквозь колючую проволоку руки, пел «Мамо, ты чуешь меня, ты мамо, мамо, я хочу до тебе прийти». Весь зал рыдал, «Мамо, там чуть ли не инфаркт». Взагал, вот это очень яркое впечатление. Ну, а здесь ролей очень много. Ну, наверное, самое такое, это, конечно же, новогодние праздники Дед Мороз, потому что все остальные чему-то посвящены. 8 марта, там, 23-е, какие-то эпизодические роли проходят, а постоянные, это, конечно же, Дед Мороз. Курьезный случай, можно такой небольшой? Конечно. У нас в новогодняя пора, жаркая пора у культработников, сказка на сцене и новогоднее представление о фойе у новогодней елки. И какой-то там сказка, утренник, сказка, утренник, уже, по-моему, четвертый раз, уже настолько Дед Мороз заболтался, до сердака знаю, это уже такой, как прикол у нас ходит. Выходим мы со Снегурочкой, когда нас позвали дети, и выходит Дед Мороз такой, он говорит, «Ну вот, мы и пришли к вам с Дедом Морозом!» И дальше по тексту «Дед Мороз сам про себя с Дедом Морозом!» Бывают и такие курьезные случаи. Ну вот уже, кстати, культурные работники-то и начали нам раскрывать всю свою кухню, занавес, и начали раскрывать, говорить о том, что происходит за кулисами. Вообще сам процесс этот творческий, когда идут репетиции, курьезов очень много. И в связи с тем, что еще вот о чем говорили, очень плотный график, нужно как-то перевоплотиться в ту или иную роль, быстро выучить эти тексты, даже надо все сыграть, и чтобы было интересно и детям, и зрителям, и взрослым, чтобы, как говорил, конечно, замахиваться на Станиславского нет, но чтобы хоть какая-то доля правды была со сцены, чтобы зритель поверил. А у нас порой бывает 2-3 дня на подготовку какой-то театрализации, мы там сутками все-таки варимся, варимся, и потом уже, честно говоря, вот секрет если такой раскрыть, да, качественный, когда какой-то спектакль, мини-спектакль, да, или какие-то театрализации, качественные генеральные репетиции, как таковой, прям такой, как полагается, от начала до конца, все уже все знают, у нас даже и не получается. Мы все очень сильно переживаем, когда вот само мероприятие, репетиция, конечно, проходит, но сама как генеральная репетиция получается уже в день самого мероприятия. И мы все на таких нервах, поверьте, чтобы все это сыграть, все это выполнить, чтобы это все прошло на ура, как мы это умеем делать, и все это проходит. Дается, конечно, таким экстремальным. Самое главное, конечно, как Артур уже говорил, это восприятие зрителя. Как зритель действительно оценит твою работу, причем порой ты этого со сцены можешь и не заметить. Я приведу такой пример, мы в юбилейный год Дня Победы, у нас был спектакль «Жар Победы» назывался. Мы с Артуром играли фашистов, гестаповцев, такие отрицательные герои. И вот даже потом после концерта кто-то из зрителей рассказывал, там я вот в конце должен был застрелиться. И когда я застрелился, потом кто-то уже, я не помню, из зрителей рассказывал, там бабушка одна сидела в зале и говорила, так тебе и надо, так тебе и надо. Ну то есть она вот до такой степени прониклась, что, ну понятное дело, что это мы актеры играем, она вот до такой степени, и это значит, вот действительно все получилось. Поверила, поверила. Самое главное, извините, я вас перебью, коллеги, Станиславский же говорил, что самое главное, чтобы зритель поверил в выразительность, и когда зритель верит, да, то это большой плюс. Вот к этому же дополнение такое. Светлана Михайловна Грисенко после этого концерта, я там тоже, я допрашивал у нас Максима, играл «Партизана русского», ну русского, которого я пытал там на английском языке, на английском языке, на немецком языке, учил немецкий язык, фразы какие-то там, приставлял ему пистолет, колбу, и так у меня жилы были здесь на этом. Светлана Михайловна потом подошла после концерта, говорит, еще две минуты, я бы выскочил на сцену, я бы тебя удушила бы, Артур. Так-то издевался над Максом, да. Ну, это показатель. Да, подобно сыграет. Ну, вернемся к году театру. Расскажите, пожалуйста, что у вас запланировано на этот год, вот в рамках объявленного года президента? Ну, у нас уже прошло открытие, как вы показывали в ролике, да, у нас будет закрытие, соответственно, вот, и полноценных спектаклей, наверное, таких прям конкретно не будет, но будут. Ну, радовать театральными постановками будет. 13 апреля у нас театральный фестиваль проходит, где уже заявлено достаточно много коллективов из школ города, из детских садов, вот, и наши коллективы «Сказка» будут принимать участие, коллектив «Мозаика», они будут, как бы, ну, делать вместе это, само открытие, то есть они вне конкурса будут. Вот, театральная весна, большой фестиваль, также у нас театральный коллектив «Сказка» в апреле показывает спектакль про маленького эльфа, по-моему, называется, да? У нас много, достаточно будет приезжих артистов, у нас уже прошел спектакль Московского независимого театра «Очаровательный рогоносцы», он в феврале был у нас в этом, в апреле у нас будет спектакль детский какой-то, Санкт-Петербург. Потом у нас будет осенью Аркутинский драматический театр, у нас будет профессиональный театр из города Ноябрьска, у нас в мае будет спектакль театрального коллектива Окружного центра национальных культур, у них патриотический, посвященный 9 мая, у нас будет, по-моему, 5 мая. То есть приходите, пожалуйста, и наши коллеги будут, и приезжие, и Москва, и Воркута, и Свердловск будет вот такие вот. Ну, естественно, все мероприятия, которые большие, будут все театрализованы. То есть мы будем радовать и Ворнахатл, вот у нас в апреле приближается, и у нас и на День города, и День народного единства. То есть все такие большие праздники, они все театрализованы. И День Победы. Да, День Победы. Слово о ролях, да, и сейчас вы над чем трудитесь? Буквально вот 29 марта будет дан старт Полярной звезде. Наверное, сейчас репетируете ее. Да, немножко расскажу о Полярной звезде, но прежде хотел бы сказать, что у нас с появлением знака ворота Ямала, символа, одного символа появившегося новых города, к нам часто приезжать стали разные гости, разные делегации. У нас небольшая театрализация каждый раз еще происходит на воротах Ямала. В принципе, и жители города также могут принять участие, посмотреть, да? Могут принять участие, посмотреть всегда, когда какие-то гости. Вот прошлую пятницу мы встречали, был юбилей в нашей Думе городской, да, и все депутаты всех созывов, мы их там встречали, была театрализация. В эту пятницу мы встречаем иностранные делегации, у нас готовятся арктические игры, да, по-моему. Там будут представители. В следующую пятницу мы будут приезжать наши соотечественники, проживающие за рубежом, тоже встречаем. Там небольшая театрализация. Ну, что касается Полярной звезды, немножечко такую затравочку сделаю. Вот, в этом году... У вас там, наверное, будет главная роль. Экстремальная роль, я бы сказала. Ну, вы уже немножко знаете. Я могу, если на камере о том увидят, так фотографию показать. Такую. Это была сегодня проба. Как циркачи мы там даже будем в какой-то степени немножко увидели, да? Могу сказать, что просто эту Полярную звезду будут вести инопланетяне. Вот, все. А что будет происходить, которые прилетели к нам из другой галактики? Ну, смысл такой, если коротко рассказать. Ну, вот, к слову, как у вас роли распределяются? Роли? Ну, иногда Лена Шадрина, режиссер, да, или кто пишет сценарий какого-то мероприятия, иногда конкретно уже видят в человеке типаж какой-то, да, есть типажи, и непосредственно уже на этого человека пишется вот эта роль, зная его способности, его возможности, как сыграть. Ну, а в принципе, вот в голову придет какая-то мысль. Конечно, можно нафантазировать все, что угодно. А вот воплотить или реализовать, приходится потом адаптировать уже под местные условия, под тех актеров. И, в принципе, кому какую роль не дашь, все не откажутся, все сыграют. Все универсальные у вас, солдаты. В основном, да, все универсальные. Но есть все равно какие-то амплуа у каждого. Кто-то подходит под это, кто-то под это. Это больше, допустим, сыграет такую-то роль, там, патриота какого-то или шебутного какого-то. Ну, внутреннее содержание, характер, да, психофизика, интроверт, экстраверт, все это тоже влияет. Ну, сама личность. Сергей, расскажите, какой вы актер? Ну, я могу только вспомнить, что, когда я только пришел в Дом культуры, да, и пришел в театральный коллектив «Глобус», понятное дело, что я еще был молод, полон сил, и мне доставались такие роли, в основном, положительных героев. Ну, со временем во мне вот режиссер заприметил и отрицательного. У меня появились и отрицательные роли. Вот я говорил уже, мы фашисты играли. «Черного Деда Мороза» в этой сказочке. Ну, Дед Мороз там все положительные. Играл в спектакле «Живун» тоже такого там отрицательного. Там не было отрицательных героев, но все равно неположительных, скажем так. Извини, как не было? А «Жена-убийца», которого я играл, там жену убил? Не, ну, тогда было такое время, что там все были, ну... Вот со временем мне стали давать роли таких отрицательных героев. Ну, я не знаю. Да, универсально, ты можешь играть все роли, в принципе, какую не дадут. А начинал я, вот я помню первую свою роль. Это 8 марта было, я только вот еще года не проработал. И у меня была роль такая, что там вот два рыбака рыбачили, со сцены у них удочки закидывали. Там сделано как бы такое озеро было у нас перед сценой. И моя роль была лежать в этом озере и цеплять рыбу на удочку. И вот я весь спектакль, а эта сцена была в самом начале, там я вот подцеплял, нацеплял. Они вытаскивали, вытаскивали рыбу. Все, потом как бы дальше прошло действие. Ну, понятно, я уже не вылезу перед зрителем. И вот я весь спектакль провел там лежа. Вот такая вот роль была. Скажите, время вот не стоит на месте, да, цифровые технологии вошли также, наверное, и в культурную вашу жизнь, сферу. Насколько вот они могут заменить, например, сейчас каких-то людей? Ну, например, декоратора, да, вот если мы говорим об вашем экране. Большом. Ну, декоратор, если раньше делали, мы все это вручную вырезалось, все это из ДВПТ, из разных подручных материалов, все наклеилось. Декоратор заменить все равно невозможно, потому что он своим взглядом, своим художественным вкусом посмотрит даже на эти все визуальные эффекты и в электронном виде. На всех этих гаджетах новых, новоиспеченных. Конечно же, в современной технологии мы в 21 веке живем, да, как ни банально звучит эта фраза, но тем не менее. Ни одно мероприятие, ни один концерт, ни одно театрализованное, ни одно тем более шоу, такое, как сейчас готовится «Полярная звезда» или там отчетные концерты, палитры, без мультимедийных каких-то вещей, без света хорошего, без экрана не обойтись. И слава богу, что у нас появился этот новый светодиодный экран большой. Возможности, конечно, визуально мероприятия как-то на несколько уровней стали выше, потому что декорация такая бутафорская, которая стоит на сцене, она не дает такого эффекта, как визуально этот огромный экран на весь задник. Мы можем перенестись с помощью него в любые эпохи, в любое время, визуализировать что-то, и это очень важно, потому что зрелище должно быть в первую очередь на сцене. Конечно же, игра актеров — это, само собой, душа, что сразу перескакивает немножко. На днях, когда нас поздравляли, все в администрации нашей говорили, и в Салихарде тоже о том, и все гости, которые приезжают, что Лоботнанги не теряет свою душу на сцене. Те люди, которые побывали во многих городах, я ничего не хочу плохого сказать о других городах, но тоже ездим по миру и видим, и в столицах, и в Питере, и в Москве, как-то вот этой душевности какой-то такой вот на сцене, теплоты, сплоченности такого коллектива, как-то все немножко утеряно. Все в коммерцию ударилось, как-то набрали солянку какую-то из там звезд картин, и все. А мы стараемся каждое мероприятие вложить душу, вот почему театрализация на каждое мероприятие. Ну и немаловажно, когда ваш коллектив сохраняется уже на протяжении многих лет. Вы не меняетесь. Да, костяк один и тот же, вот это важно. Все сумасшедшие в хорошем понимании этого слова собрались в ДК и остались, и работают. Все очень талантливые. Галина Владимировна, ну вот правда, что любовь к сцене нужно прививать с самого детства? Конечно. Дело в том, что я сама тоже с детского сада начала заниматься театральной деятельностью. Начиная со Снегурочки, и уже с восьмого класса я играла Деда Мороза. А 32 года я занимаюсь театром. С 26 лет мне предоставили такую возможность в школе, дали кружок театральный. И вот с этого момента я начала детей обучать тому, что я умею сама. Ну и, естественно, в одной узкой специализации, то есть если ты умеешь только... Я посещала драматический кружок 6 лет, и если бы я посещала только его, естественно, я то, что сейчас умею, даю детям, я бы не научила ничему. Посещала я и кружок хореографии, хор, ходила на фортепиано, занималась плаванием, акробатикой. То есть, ну, старалась как можно больше вовлечь себя. Мне не скучно было, и я рада, что родители мне в этом помогали. То есть, они видят, что, ага, мне уже там тяжело и неинтересно, а вот они старались меня куда-то в другое место предложить мне другой кружок. И хочется даже сказать родителям, которые сейчас не выходят, допустим, за рамки школьных кружков, чтобы детей своих вовлекали, ну, может быть, даже вот мы и не знаем, да, есть ли потенциал у ребенка, сможет ли он заниматься художеством там или хореографией. Надо попробовать. Самое главное, чтобы ребенок не сидел сейчас, не смотрел планшет, да, там непонятно что. Ну, говорят же, что, может быть, через 200 лет, если таким темпом мы не будем у детей отбирать ноутбук и компьютер, то, может быть, с колыбели нас будут качать роботы. Вот, поэтому мы не должны дожить до такого момента. Вот, и нужно больше открывать таких кружков, где дети учатся общаться, учатся дружить, уважать друг друга, уважать взрослых. И я думаю, что поколение наше, будущее, будет, может быть, даже и лучше, чем мы. Ну, вот на базе гимназии создан кружок-театр, я знаю, что в него вовлечены школьники, в основном это, наверное, начальные классы, да, и в том числе класс благородных девиц. У них даже есть дисциплина такая, актерское мастерство. Как вот проходят их занятия, расскажите. Ну, значит, театр-кружок у нас во всех трех классах, и актерское мастерство проходит тоже в трех классах. Начинается у нас занятие с театральной игры, с дыхательного аппарата, со скороговорок. То есть мы учим культуре речи, правильно выговаривать. Постановки. Постановки, да. Театральная игра, ритмопластика. Ну и далее, естественно, чтобы знакомство с самим театром, с видами театра, актерским мастерством. Очень любят дети быть дикторами, пробовать себя и в роли диктора погоды, диктора спортивных каких-то мероприятий. В общем-то, театральная игра. Конечно, они приходят, они ждут этот кружок. Сначала мы снимаем напряжение, эмоциональную напряженность. И далее уже у нас идет сама подготовка к спектаклю. Выбираем роли. Сейчас мы с первоклассниками, с классом благородных девиц готовим спектакль, который показывали уже родителям и одноклассникам. Это «Заюшкина избушка». И этот спектакль будет показан у нас. Справляются дети вот со своими ролями? Конечно, конечно, они очень хотят. Даже бывает, что, ну вот нет роли, ну возьмите меня, пожалуйста. То есть уже приходится выкручиваться и брать не одну собачку, а двух-трех собачек. Дополнительные роли придумывать. Дополнительные роли, да. То есть тут уже идет импровизация моя. Ну и здесь как бы и дети рады задействованы, и родители тоже. Потому что, конечно, они идут и хотят увидеть, чему научился их ребенок на данном кружке. Какие у него есть продвижения. Потому что не все действительно имеют такую струнку, жилку, да, что вот я могу, я уже артист. Публичный спектакль. Да, покажу себя вот так, вот так. Конечно, немногие стесняются, и немногие вообще не стесняются. Поэтому мы учим на этих занятиях, чтобы они умели расслабляться, контролировать свои эмоции. Ну вот как раз у нас Валерия, да, тоже участвует в театральной студии «Вертикаль». Это театральная студия школы номер 8. Расскажи, чему научил тебя театр? Ну, наверное, театр меня научил более как-то просто разговаривать с людьми, не бояться публики. На самом деле, когда выходишь выступать, ты выходишь на сцену, и ты никого не видишь, зрителя никого, видишь только вот реальную жизнь, которая с тобой происходит. И каждый раз, когда вот он заканчивается, это как-то даже становится грустно, что вот все закончилось, как бы премьеру отыграли, хочется еще, еще, еще. Будет новая потом жизнь. Да, слово о премьерах. Я знаю, что вы сейчас репетируете усердно какую-то новую театральную постановку. Расскажи о ней поподробнее. Много ли ребят, школьников задействованы? Ну, наш спектакль будет посвящен, соответственно, Великой Отечественной войне. Это пять совсем молоденьких девушек, которые работают в секретном штабе. И вот на протяжении всего спектакля им приходится делать очень сложный, трудный, нравственный выбор. И, соответственно, вот на протяжении всего спектакля становится понятно, что не все с этим справляются. И война никого не щадит, даже вот самых юных и неопытных девушек. Скажи, какую ты роль исполняешь в этом? Я играю роль одной из этих девушек, которая такая веселая, ни о чем не думающая еще. И, соответственно, потом ей становится очень сложно, так как теряет своих друзей, своих товарищей. Это сложно переживать, но мне это очень нравится. Мы, конечно, будем с нетерпением ждать вашей премьеры. К слову, ее могут посмотреть все желающие. Да. О дате, я думаю, что сообщите и вы, и Лабытнанское телевидение. Но, дорогие друзья, наше время прямого эфира подошло к концу. Вам, творческим личностям, хочу пожелать неиссякаемого вдохновения, полета, мыслей и фантазии, успешной творческой вашей работе и, конечно же, новых проектов. Я благодарю зрителей за внимание. У меня на этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале ЛТВ. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.